Я хочу рассказать вам сегодня о дружбе Александра Аркадьевича Галича и Бориса Алексеевича Чичибана. Микрофон, микрофон вверх. Хорошо. Этот? Да, голосовой. Хорошо. Я бы хотел сегодня вам рассказать... Он планет микрофон наоборот. Ладно. Доктор, что можно сделать с микрофоном, если он падает? Я расскажу вам о дружбе Александра Аркадьевича Галича и Бориса Алексеевича Чичибабина, замечательного поэта. Они познакомились в 70-х годах. Первая встреча произошла на квартире писателя Шарова, Александра Шаров, замечательный московский писатель. А у Галича были только домашние концерты, потому что никаких официальных зальных концертов речи не могло и быть. И они встретились там. Есть запись этой встречи, где Галич впервые поэму Галич читает. Чичибабин читает ему стихи, за которые его изгнали из Союза писателей. И я хотел вам прочитать письмо, которое Галич написал Борису Алексеевичу Чичибабину, потому что он пригласил Галича на свое 50-летие. Но Галич не смог приехать и прислал такое письмо. «Дорогие мои, Лиля и Боренька, если бы вы только знали, как я мечтал выбраться к вам, побывать у вас, поздравить Борю и расцеловать вас обоих, но, как на грех несколько дней назад заболела снова Ангелина Николаевна, больна ее мать, болеет наша собака, и мне решительно не на кого даже на сутки оставить дом. Так что приходится только в письменном виде сказать о том, как я вас люблю, как многоистого желаю вам долгого счастья. Еще хочу, чтобы вы всегда знали, что есть у вас друг, который хотя и ленив на письма, но помнит о вас постоянно же, числит вас среди самых близких для меня на свете людей. «Живу я? Ну как описать? Живу, что уже само по себе довольно удивительно. Пишу мало, но пишу. Я ведь всегда занимаюсь этим делом запойно, или за три-четыре месяца стишок, или сразу целый цикл. Задумал написать книгу псалмов. Первый написал уже давно и посвящается, не по случаю юбилея, а так, как и было задумано сразу же, Борисович Чичебадыну. «Милые мои, хорошие, обнимаю вас, целую. Я люблю вас. Не будьте бдительны, будьте доверчивы, легкомысленны и всегда молоды». Ваш Александр Галич. Первый псалом Борисович Чичебады. «Я вышел на поиски Бога, пред горью уже рассвело, а нужно мне было немного, две пригоршни глины всего. Из гор я спустился в долину, развел над рекою костер, и красную вязкую глину в ладонях размял и растер. Что знал я в ту бору о Боге на ранней заре бытия? Я вылепил руки и ноги, и голову вылепил я, и полон предчувствием смутным. Мечтал я при свете огня, что будет Он добрым и мудрым, что Он пожалеет меня. Когда же Он померк этот длинный, день страха в надежде скорбей? Мой Бог сотворенный из глины сказал мне «иди и убей». И камули годы, и снова, все так же, но только грубей, мой Бог сотворенный из слова твердил мне «иди и убей». И шел я дорогою праха, мне в платье впивался репей, и Бог сотворенный из страха шептал мне «иди и убей». Но вновь я печально и строго, с утра выхожу за порог, на поиски доброго Бога, и, ах, да поможет мне Бог. У Бориса Чичибабина есть два посвящения Александру Галичу. Я прочту такое, которое называется «Посмертная благодарность Александру Галичу» Борису Чичибабину. «Чем сердцу русскому утешится, кому печаль свою расскажет, Мы все рабы в своем отечестве, Но с революционным стажем. Во лжи и страхи, как небесия, А никуда от них не денусь. Спасибо, русская поэзия, Ты не оставила в беде нас». В разгар всемирного угарища, Когда в стране царили рыло, Нам песня Александра Галича Пора абсурдная дарила. Теперь у сердца бесконвольного Став одесную и ошую, Нам говорят друзья покойного, Что он украл судьбу чужую. Я мало знал его, И с вами я о всем предмете не толкую, Но надо ж Божие призвание, Чтоб выбрать именно такую. Возможно ли по воле случая, Испив испуг, Смерторежинца, Послал к чертям благополучие, На подвиг певческий лишиться, Не знаю впредь, Придам ли, струшу ли, Страна у нас передовая. Но как мы песни эти слушали, Из уст в уста передовая, Как их боялись, Вот какая вещь, Врли хапужники, Невежды. Спасибо, Александр Аркадьевич, От нашей выжившей надежды. Аплодисменты.